Спасибо большое за моё представление. От имени всех хирургов, конечно, мне, наверное, несколько тяжело говорить, потому что в хирургии очень много разных специальностей. И когда Татьяна Юрьевна пригласила меня поучаствовать на форуме «Белые ночи» с такой презентацией, мне было, честно говоря, несколько сложно обобщить буквально в двух словах, в такой короткой презентации, обобщить все нюансы. Поэтому я хочу представить вам свой доклад. И вкратце, скажем так, я остановлюсь на тех моментах, которые я хотел отразить. Но поскольку я всё-таки онкоуролог, а не специалист по раку молочной железы, то, конечно же, мой акцент будет несколько больше на онкоурологию. Хотя я постараюсь охватить, сколько смогу. Ну, если говорить так от а до яд, и, скажем так, наиболее часто встречающиеся заболевания, которые можно было охарактеризовать здесь, я бы остановился на коврактальном раке, раке лёгком, молочной железы, почки, простаты и мочевого пузыря. Пожалуй, одни из самых часто встречающихся злокачественных новообразований. Ну, конечно же, нет сомнения, что работа, онкологическая работа – это командная работа, мультидисциплинарная. И здесь входят и хирург, и клинический онколог, радиотерапевт, патоморфолог, и револитолог, и другие специалисты, которые в сумме оказывают то, ради чего приходят пациенты. Оказание помощи онкологической, или выздоровление, или продление жизни. Так вот, давайте остановимся на коврактальном раке. В двух словах, буквально, диагностики и лечения. Основная задача – это выявить локализацию коврактального рака, уровень опухолевой инвазии, региона увеличения и вовлечённость лимфатических узлов, инвазии в мезорбитальную фасцию, наличие дарённых метастазов. То, что касается лечения. В первую очередь, конечно, речь идёт о хирургическом лечении непосредственно. Также, возможно, в реальность комбинированное лечение, лучевой терапии, химии, полиативной помощи. Самое простое – это локальное удаление. При ПТ1 радикальное получается лечение, при ПТ2, ПТ3 – это полиативное лечение, ну и, соответственно, и диагностика. Здесь есть и полипоктомия, и транссональное удаление опухоли. Что касается рака прямой кишки, первой, второй стадии – Т1, Т2. Транссональная эндомикрохирургия. Здесь происходит послойное исчезение, возможно, хорошая визуализация, доступ к максимально расположенным опухолям. Также существует большая частота негативного края резекции, меньшая фрагментация препарата и, возможно, также здесь снижение рецидивов. Эффективные хирургические технологии в лечении рака прямой кишки. Конечно же, здесь конечные результаты важны, как выздоровление, улучшение функциональных результатов. Здесь практикуется тотальная мезоректомоктомия, расширенная лимфодисекция. Существуют такие методы лечения, как мультилестеральная резекция, предоперационная томография. Важное сохранение сфинктера, неразберегающая хирургия. Большое значение имеет локальное удаление опухоли. Также в последние годы широко применяется в лапароскопической хирургии. И нужен полный патомофологический ответ. Тотальная мезоректомоктомия – это стандарт хирургического лечения рака прямой кишки. Происходит острая диссекция под контролем зрения, интактность собственной пасты прямой кишки, высокая перевязка нижней брожечной артерии, сохранение элементов вегетативной нервной системы, низкий аппаратный анастомоз. И очень важен патомофологический аудит качества данной операции. Также одно из направлений – это при раке нижнеампулярного отдела прямой кишки. Здесь самая, пожалуй, тяжелая группа пациентов. Выполняется брюшно-промежная экстрепация. Бывает обычно, бывает цилиндрическая. Здесь высокий риск положительного циркулярного края резекции. Увеличение числа интероперационной перфорации прямой кишки. Поэтому операция достаточно сложная. И, скажем так, она все-таки относится к более калечащим операциям. Но, тем не менее, пациенты с этим раком, к сожалению, этой операцией подвергаются. Дальше мы переходим уже к раку легкого. В двух словах о диагностике, про которую уже говорили, не буду останавливаться. Здесь также, кроме рентгенских методов, выполняется еще и фибробронхоскопия, чрезбронхиональная биопсия, пищеводная ультрасонография, тонкоигольная эспирационная биопсия, эндобрахиальная ультрасонография, опять же, с биопсией. Диагностика происходит как раз при тонкоигольных биопсиях. Что касается лечебной стратегии при раке легкого, здесь следует разделить, скажем так, на немелкоклеточный и мелкоклеточный рак. При первом раке это резектабельный рак в первой и третьей стадии, здесь проходит хирургическое лечение непосредственно только. Также идет вариант решения комбинированного лечения комплексным. При мелкоклеточном раке локализованной стадии Т1Б также проходит комбинированное лечение операций плюс полихимиотерапия. Ну, скажем так, вот алгоритмом здесь представлено лечение немелкоклеточного рака легкого. Это в первой-второй стадии заболевания. Это чаще всего только хирургического лечения бывает достаточно. Т2Б стадия, вернее, вторая Б стадия идет, это когда Т3М0М0 или Т1М2Н1М0. Здесь идет уже вариант комбинированного лечения в сочетании с лучевой или химиотерапией. При третьей А стадии здесь используется однозначно комбинированное лечение с пред- и постисперационной лучевой или химиотерапией. Ну и, соответственно, при уже 3Б-4 стадиях заболевания здесь идет вопрос о консервативном лечении и лекарственной противоопухолевотерапии. К сожалению, рак легкого мы встречаем чаще именно больше уже в глубоких стадиях, и чаще всего вопрос стоит у нас именно минимум о комбинированном лечении. Что касается рака молочной железы, здесь важно учитывать вопросы первичной профилактики и вторичной профилактики. Конечно же, маммография здесь один из вариантов выявления опухоли молочной железы. Маммография самостоятельный метр показана всем женщинам в возрасте 40-40 лет. При наличии факторов риска у женщины 40-50 лет должны проходить маммографии ежегодно или один раз в два года. Женщинам, значит, группам риска рекомендована ежегодная маммография. Аспирационная и реализационная биопсии проводятся. Что касается лечения рака молочной железы, уже хирургического, вообще лечения здесь есть либо радикальные методы, это лечение, после которого не остается очагов опухоли, определяемые клинические, периногологические и морфологические. Париативные лечения, это когда проводятся, после проведения хирургического метода остаются очаги опухоли, и симптоматические, когда рассчитаны не на подавление опухоли процесса, а на устранение болевых симптомов и осложнение угрожающей жизни больных. Что касается хирургического лечения, то оптимальный хирургический подход определяет следующие факторы, стадия болезни, размер опухоли, локализация, размеры форма молочной железы, число опухолевых узлов молочной железы, также желание больной сохранить молочную железу и возможность для определения в дальнейшем лучевой терапии. Варианты операций — это радикальная мастектомия, радикальная мастектомия по хостоду, мастектомия по пете, по мадану, расширенная модифицированная радикальная мастектомия с пластикой местными, мастектомия по пирогову и простая мастектомия. Следующая опухоль, заслуживающая также внимания, — это почечноклеточный рак. К счастью, большинство опухолей почки можно диагностировать с помощью УЗИ и подтвердить это компьютерной томографией. И учитывая, что в настоящее время практически повсеместно есть ультразвук и также КТ, выявление рака почки на первой-второй стадии, то есть когда у нас идет речь о локализованном процессе, составляет более 60%. Очень хорошие данные по заболеваемости, скажем так, выявления, и это позволяет как раз лечить пациентов именно в локализованной стадии, выполняя радикальное лечение. Если говорить о тактике лечения рака почки без метастазов, то здесь важным является хирургическое межстальство, это резекция почки или радикальная нефрактомия с удалением паранеутральной клетчатки и региональных лимфатических узлов. Резекцию почки выполняют больным раком обеих почек или единственной почки. Это здесь практически стопроцентные показания за исключением, скажем так, резектабельности процесса. К лучевой терапии рак почки нечувствительен, поэтому её применение здесь неоправдано, не улучшает результаты лечения. Однако, если есть у пациентов метастазы в кости, то здесь в качестве палиативной помощи лучевую терапию всё-таки применяют. И в любом случае целесообразно дополнение хирургического лечения, а дювантные лекарственные терапии, ну это и есть уже речь о постановленном процессе. Показания к резекции почки. Локализованный рак почки Т1А, Н0М0. При Т1Б, Н0М0 возможно выполнение резекции почки, если опухолевая узла располагается преимущественно вне панихематозной и в области полюса почки. Но хочу сказать, что в настоящее время с развитием хирургии даже опухоль почки Т1 это до 7 сантиметров ограниченная капсула почки. В общем-то, действительно, это показание существует. Когда уже идёт вопрос о большей опухоли, конечно, это уже становится более опасно, потому что даже от почки уже может ничего не оставаться, смотря как растёт опухоль. Чаще всего при экстраренальном росте. Показания к нефректомии – это местно распространённые рак почки, локализованные рак почки Т2, Н0М0, локализованные рак почки Т1, Н0М0 при расположении опухоли в области ворот почки, ну и, соответственно, генерализованные рак почки. Но здесь уже идёт вопрос не радикальной нефректомии, а, скажем так, палиативной операции, которая позволяет убрать первичный очаг. Рак предстоятельной железы. Что важно знать в диагностике ракопростаты? Это обычно три момента, которые нас волнуют. Это ПСА, пальцево-ректальное исследование и ультразвуковое исследование, или даже лучшее, ультразвуковое исследование. Также важно МРТ малого таза, ну, ремеринография лёгких КТ и сканированных костей для валининодаленных метастазов. Метод лечения – это выжидательная тактика. Несмотря на то, что рак простаты прогрессирует, один из самых быстро распространяющихся раков, тем не менее, это не очень злокачественный, скажем так, рак. И выжидательная тактика оправдана. Некоторые пациенты длительное время находятся именно под наблюдением, наблюдая за уровнем ПСА, тем более ещё если речь идёт о высокодифференцированной опухоли. Также хирургическое лечение. Потом, скорее всего, я поставил бы не химиотерапию, а только гормональную терапию. Это самый важный метод, скажем так, в лечении рака простаты. В дальнейшем идёт и химия, лучевая терапия, это комбинация различных методов. Возможность показания к активному наблюдению. Это клинический незначимый или локализованный рак. Дифференцировка опухоли по шкале глисона менее 7, уровень ПСА менее 10. Возраст больного старше 75 лет и ожидаемая положительность жизни менее 10 лет. Действительно, эту категорию пациентов можно перевести в активное наблюдение и наблюдать за ними даже до того времени, когда пациент скончается не от рака. Клинический незначимый рак — это стадия Т1С, это когда опухоли появляются только при биопсии простаты после повышения уровня ПСА, дифференцировка опухоли по шкале глисона менее 6, наличие 3-х позитивных биоптатов, наличие менее 10% рака в биопсийном столбике, обсутствие в биоптате опухоли градаций больше 4, и плотность ПСА менее 0,15. Это клинический незначимый рак, и такого пациента тоже можно наблюдать. Что касается хирургического лечения, стандартом лечения хирургического является, конечно, радикальная простатоктомия, рекомендованная пациентам с ожидаемой плодичной жизнью больше 10 лет. Варианты какие есть — это позадиоложная, промежностная, лапароскопическая и роботизированная. Ну, хочу сразу сказать, что промежностная простатоктомия несколько менее применяется, потому что контингент пациентов, который подлежит такому методу лечения, всё-таки очень ограничен. И это та группа пациентов, в которой не требуется лимфодисекция, поскольку в таком доступе она крайне сложно выполняется. Значит, ну, критерии начала терапии — это, конечно, более агрессивный опухоль, больше 7 баллов по гонизациону при повторной биоуси, выявление рака в большем количестве биоптатов, желание пациента и удвоение уровня сайта в меньшем количестве духа или... А радикальный всё-таки, скажем так, стандарт для больных, варианты, говорил, и показания также. Что касается неразберегающей техники, это в настоящее время достаточно распространённая, скажем так, техника, которая позволяет сохранить эректильную функцию у пациентов с таким злокачественным образованием. Здесь, конечно, есть определённая градация, уровень по самим 10, дифференцировка по шкале глисона меньше 6, клиническая стадия меньше Т2Б, ну и так далее, вы всё видите. Это позволяет выполнить сбережение сосудистонервных пучков, которые проходят латерально от простаты, и сохранить пациентам эрекцию. Осложнение, конечно, тоже возможное после простаты коктомии. Это и смерть пациентов, и массивное кровотечение, и травмы прямой кишки, тромбоз глубоких веноконечностей, и тромбоэмболейнов. Все они встречаются, конечно, встречаются, но за последние годы настолько отработано уже всё, что они минимизированы. Пожалуй, самые важные моменты, самые важные осложнения, это, конечно, стрессовое надержание мочи, которые бывают, может быть, у половины пациентов после такой операции. Также развитие эректильной дисфункции. Здесь, если не идёт речь о нервозбережении, то может она возникать почти у 100%, но речь идёт также о варианте диссекции. Если используется электрохирургия, то, конечно, развитие эректильной дисфункции увеличивается. И важно ещё несостоятельность лизика рутурального анастомоза или даже больше ещё структура уретры, которая может возникать вместе с соединением мочевого пузыря с уретрой. К счастью, в последнее время оно всё реже и реже происходит, но есть методы коррекции, которые позволяют нам этого осложнения избежать. По поводу недержания мочи также разработаны ряд методий, когда есть частичное недвижение мочи или тотальное недвижение мочи. Всё позволяет пациентам ликвидировать этот недуг. Также важно говорить о тазовой лимфоаденоктомии. При раке переставительной железы она может быть ограниченная, удалять только обтураторные лимфозы, стандартные, обтураторные, наружные, подвздошные и расширенные. Это при уже Т3-Т4 стадии. Ну, Т4 редко выполняется операцией, но при Т3-А, Т3-Б это наружные, внутренние, общие подвздошные, обтураторные и пресс-окранные лимфатические узлы. Рекомендации к лимфоаденоктомии тазовой вы все прекрасно видите, я уже не говорил. И критерии биохимического рецидива после рака простаты это, конечно же, повышение уровня ПСА больше, чем на 0,2 нанограмм на милитр в 3-х измерения с интервалом в 2 недели. Считается биохимическим рецидием. Трехкратное исследование говорит о том, что есть рецидив, и надо с ним заниматься. Рак мочевого пузыря. На раке мочевого пузыря я бы, наверное, особо остановился. Из методов диагностики также все есть представлено. Это и УЗИ, и КТ, и одна из самых важных – цистоскопия, которая позволяет определить и опухоль, и взять биопсию. Это и МРТ в обгонах малого таза, и стентиграфия, которая позволяет выйти в удаленные очаги. По гистологии – это уротелиальные опухоли и плоскоклеточные опухоли. Важно остановиться на классификации, поскольку от нее зависит, как мы лечим пациента. Все, что относится к категории Т, 0, ТА, ТЦС и Т1 относятся к опухолям немышечно-инвазивным, и метод лечения здесь один. Все, что касается Т2, Т3 и Т4, это относится к мышечно-инвазивному раку мочевого пузыря, соответственно, варианты лечения здесь другие. Так вот, при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря стандартным лечением является тур мочевого пузыря, за исключением наличия карциномы ин-ситу, если она полифакально поражает мочевого пузыря, здесь также предречь о радикальном лечении. Пре мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря в стадии Т2, Т4 стандартным лечением является радикальная цистектомия. После эндоскопического лечения обязательно необходимо проведение адювантной химиотерапии. Это бывает либо однократное введение мочевого пузыря, химиопрепарата, либо курсом в зависимости от получения гистологического материала. Также при низкодифференцированной опухоли есть вариант иммунной терапии, внутрипузырной иммунной терапии. Это вакцина БЦЖ, которая применяется при низкодифференцированной опухоли курсом 6 инстилляций. К радикальной цистектомии показания это рак мочевого пузыря Т2, Т4, Н0, Н3 и М0, М1. Рецидивирующие мультицентричные повествия рак мочевого пузыря, в частности карцинома инситу, и вторичный сморочный мочевой пузырь после органсохраничивого лечения, когда особенно была еще лучевая терапия, и мочевой пузырь пострадал после такого лечения. После удаления мочевого пузыря у нас стоят варианты отведения мочи. Это может быть нахоженное отведение мочевого мочи. Это как кутановая стома, но чаще это все-таки применяется пациентам, которые либо слишком сильно запущены, либо уж очень возрастным пациентам, при продолжительной жизни которых может быть непродолжительное. Гетеротопическое отведение мочевого пузыря это может быть вариант пластики, скажем так, мочевого пузыря из кишечника, или однокожное отведение мочи изолированным сегментом тонкой кишки, так называемый ириум-кондуит, трубопровод, по которому моча непрерывно течёт из почек на кожной мочеприёмник. И ортотопическая пластика мочевого пузыря – это вариант отведения мочи с искусственным мочевым пузырём, который позволяет пациентам самостоятельно мочиться. Показания в кутанус тома – тяжёлое нарушение функции почек, выраженность спаечной процедурной полости, что не позволяет адекватно использовать кишечник, и, конечно же, выраженность средств отсутствия недостаточность, как раз чтобы минимизировать время операции. На данном слайде представлен вид, скажем так, гетеротопического отведения мочевого пузыря – кондуит и уростомы. Сверху межкишечный анастомоз – это после забора сегмента кишки, ниже, вы видите, илиальный кундуит – это сегмент кишки, который может быть либо изолирован, к нему подходят мочеточники с одной стороны, и он выводится на кожу. Либо это может быть сформированный резервуар или аппендикл стомы, который выводится через пупок, либо также сформированный сегмент кишки с удерживающим механизмом, который также выводится на кожу. Эти два последних варианта используются для самокатализации пациента, для максимальной социальной адаптации. Ну и, конечно же, есть последний вариант, скажем так, наиболее благоприятный – это ортотопическая пластика мочевого пузыря сегментом кишки. Конечно, здесь есть показания – это отсутствие опухолевого поражения уретры, удовлетворительная функция почек пациента, желание пациента восстановить самостоятельное мочеиспускание через мочеиспускательный канал. Но один из важнейших моментов – это также ментальный статус пациента, который позволяет пациентам понимать всю сложность нового мочеиспускания, поскольку нет позывов как-то мочеиспускания, как при мочевом пузыре, и пациент помогает себе руками, брюшным прессом. Но важно полностью опорожнять резервуар, поскольку длинное время происходит выделение ещё слизи, а вы знаете, что моча – это кристаллодный раствор, и образование конкрементов в таком резервуаре возможно. Поэтому прежде чем с пациентом предлагать такие варианты лечения, необходимо с ними очень длительное время разговаривать, объяснять и понимать, что они это всё могут на самом деле сделать. Я благодарю вас за внимание, надеюсь, не очень сильно задержал вас, и моя презентация была интересна.